Это подкаст номер 2. Дима. Состоялся первый завтрак. Какие ощущения? Процесс пошел, и у него даже могут быть результаты. Страна с 70-х, 80-х годов один из лидеров по сердечно-сосудистой смертности. У нас ведь нет привычки измерять свое здоровье. Важно, что именно в нашем проекте мы учим человека измерять себя, потом что-то делать и проверять. Можем меня как подопытного кролика проанализировать? У меня с холестерином что-то, да? Так вот, с точки зрения питания, что надо знать самое важное? Как ты считаешь? Базовое, про что хочется говорить, это разнообразие. Начинается великий пост. Национальная диетологическая традиция. Некоторая оздоровительная практика. Самый классный уровень осознанности – отказаться от перекусов. Это и есть работа со здоровьем. Обучение новым, простым, понятным привычкам. Взять под контроль внутреннего хомячка. Доброго времени суток. Во сколько бы вы нас не начали смотреть, мы продолжаем серию подкастов. Это подкаст номер два. Меня зовут Сергей Иванов. Со мной вместе Дмитрий Алексеев. Мы задумали этот проект для того, чтобы попытаться что-то сделать для здоровья наших слушателей. Вот, первое, что вам точно нужно сделать, с этого нужно начать прямо вообще не задумываясь, подписаться на этот канал. Мы, кстати, говорим большое спасибо этому самому YouTube-каналу, который нас приютил. Вот, и на колокольчик, соответственно, нажать, да. Вот, нажимайте. Ждем. Дима. Привет, Сергей. Привет. У нас состоялся первый завтрак. Какие ощущения? Ты знаешь, больше всего мне запомнилось, я уже отсюда вышел, и с разницей в 45 минут, потому что так устроен был перерыв в Томском университете, проводила по нашей же лекции, начинающая девушка-нутрициолог проводила лекцию. У нас было общение, и я выключился, и понимаю, когда вышло, что у них тоже все закончилось. Я очень за нее переживаю, потому что она переживала, она переживала, что, а как же, а вдруг они там будут возражать, а вдруг им это все не интересно. Ну вот, из-за этого даже больше, не из-за самой презентации, тема очень простая. Я ей звоню, вот здесь на углу стою здания на улице, и она прям мне кричит. Так здорово! Они такие вовлеченные, им это все так надо, им это все так интересно. И вот я в этот момент понял, что это работает. Собирать аудиторию и что-то ей вещать вроде бы мы уже умеем, а вот эта вот сетевая инфраструктура, когда синхронно с нами или рассинхронно с нами где-то люди вовлекаются в один и тот же познавательный процесс и начинают прям мыслить о своем собственном здоровье, смотря на эти слайды, это очень интересное, вот такое внутреннее ощущение, что этот процесс пошел, и у него даже могут быть результаты. Можем подвести как-то, кратко зарезюмировать, о чем говорили мы на первом завтраке? Ну ты мне будешь помогать. Давай. Ну первая тема, что у меня отразилось, это такой фокус, и это интересно, ты сфокусировал внимание на этой тематике, хотя у меня вот этого фокуса не было. Сердечно-сосудистые заболевания, статистика и вообще как мы на это можем влиять питанием и здоровьем. Можешь повторить прям как хотя бы тезисно? Ты знаешь, да, я тезисно хочу сказать, и просто про нашу страну хочу сказать, что смотря на статистику других стран и смотря на профиль пожилых людей в других странах, я понимаю, что то, как у нас происходит, мы уже как будто бы приняли за данность, потому что это последние 30-40 лет. Страна, ну там по некоторым оценкам с 70-х, 80-х годов, один из лидеров по сердечно-сосудистой смертности, особенно если мы возьмем возраст, особенно если мы возьмем мужчин, что это у мужчин ранняя история. И в других странах, скажем так, прошли существенные программы, существенные изменения по этому поводу, и они как раз из первых мест по лидерству ушли. А мы как будто приняли это за данность, и ну вот так живем и живем, и даже не понимаем, что миллион человек в год, миллион человек в год, да, это умирает из-за сердечно-сосудистых заболеваний. И это первое. И второе, что там же написано, да, вот в этих же статистических медицинских выкладках, что если вам нет 75 лет, две трети этих проблем можно было бы предотвратить превентивно с помощью питания и образа жизни. Я погружался в разные там кардиологические системы оценки рисков, и там есть такой показатель скор, называется, ну просто баллы, да, кто бы так назвал систему баллов, называет баллы. И вот эти кардиологи, когда у тебя небольшое количество баллов риска, еще не нужны тебе статины или там другие препараты медицинские, фармакологические, то у них там в этом уголочке, где там твой возраст и анализы и так далее, холестерин стоит такой, зелененький квадратика написано, изменение образа жизни и питания. Я очень давно это увидел, и тогда посмотрел на этот квадратик и подумал, а что интересно врач делает, когда он понимает, что у тебя вот этот вот зеленый или желтый уровень риска, и тебе нужно что-то изменить. Если честно, то простой ответ – ничего, да, самый простой. Второй, он, может быть, дает какую-то информацию. То, к чему мы хотим прийти, конечно, чтобы врач давал ссылочку на телеграм-канал, на бота, не знаю, на сайт, чтобы человек мог зайти и по вот нашим следам, независимо от нас, а может быть там в какой-то каждый там, не знаю, месяц собирающейся группе, просто проходил это как курс, получал результаты. И вторая история про статистику, мы с тобой там переписывались по поводу инсультов, про стоимость инсульта. Есть такая мера в медицине, называется burden of disease, то есть насколько оно создает экономическую нагрузку. Самый простой подсчет, который можно сделать, просто сколько это обходится в клинике, в госпитале, вот такой случай, инсульты обходятся, что-то 150 миллиардов. Для меня миллиарды уже такие цифры, которыми я сложно оперирую, но я помню, что у тебя в канале видел прошлогоднюю или позапрошлогоднюю историю, где там рейтинг компании по обороту, и что вот Эвка к 21 году на второе место вышла сейчас, наверное, уже. Ну почти, в общем, оборот первой пятерки производителя. И тут я понял, да, что вот действительно вот эти миллиарды, я могу с этими миллиардами сравнить, и это действительно очень похожие цифры. И к инсультам относится только время пребывания в клинике, да, то, что считается вот в эти 125-128 миллиардов, это только время пребывания в клинике, полмиллиона инсультов в год, травматизирующее само по себе событие, очень связано с нашей темой здоровья сосудов вообще, да, потому что оно к этому относится, все вот эти бляшки, закупорки и так далее, и не учитывается, я когда стал говорить про эту тему, мне лично люди что-то сообщают или со знакомыми общаются, что, конечно, здесь невозможно учесть инвалидизацию, да, то есть выход из строя здорового человека первое, и второе, что у этого человека пожизненно должен быть с ним другой человек, да, то есть и это может, ну, как бы хорошо, когда это продолжительное время, да, человек живой, но он, в принципе, не может обходиться без помощи. И это, ну, как бы это пугающая такая история, если в цифры эти смотреть, но нам, конечно, надо не пугаться, а мотивироваться, что как раз мы эти изменения в числах... Ну, и питание как основной фактор риска. И образ жизни, да, 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 то как раз, про что мы говорили на первой лекции. Ты еще, наверное, ну, вот в этом лектории прошел, прям так интересную картинку дал по перечню маркеров, которые мы выбрали, и это тоже интересная тема, потому что у нас ведь нет привычки измерять свое здоровье, да, то есть, ну, я думаю, большинство вообще из нас, кроме вас, большинство из нас простых, вот, не знаю, те, кто начинает об этом хотя бы задумываться. Вот я, например, достаточно регулярно делаю, просто, ну, к соревнованиям стараюсь чекап какой-то сделать, у меня есть динамика, но сказать, что я вот ориентируюсь в этих маркерах, это было бы большим преувеличением. Расскажи, почему мы остановились именно на том, на чем мы остановились. Остановились мы на липидном профиле, на сахаре, на инсулине, на фиксации воспалительных процессов. Собственно, когда мы говорим про здоровье сосудов, три составляющих, то как раз, что мы обсуждали на лекции, что это фактически размеры и качества жирового пузырика, который путешествует по нашим сосудам, вот тот самый белок, холестерин, три глицериды, вот они в этом шарике из печени плывут до наших клеточек. Соответственно, то, что у нас называется плохой холестерин, низкой плотности, это те шарики, которые легче всего прилипают, легче всего окисляются. Первое. Второе, что мы сегодня понимаем, что уровень сахара и возникающие с ним продукты гликирования, так называемые, тема, которая пока еще не очень зашла даже в население, то есть про нее косметологи, может быть, знают, так вот в среднем люди немножечко понимают, что это такое. Продукты гликирования. Продукты гликирования. Те, кто слышит это слово впервые, чтобы образы более четкие были, о чем речь? Представьте себе просто варенье на столе, которое засохло, вот оно липкое. Это у нас в организме. Да, это у нас в организме между белками и сахарами происходит спонтанная нектализируемая реакция, и наши белки покрываются такими сахарами, как бы мы страдаем от того, что кожа становится менее упругой, а на самом деле менее упругими становятся сердечные мышцы, менее более ломкими сосуды. Вот эти продукты гликирования как раз… А вот как раз глики… А, то, что ты не назвал, и я тебе не подсказал, гликированный гемоглобин. Гликированный гемоглобин. Это есть некоторая мера того, как мы загликировались за последние полгода. Это нужно сравнить. Можем меня как опыт подопытного товарища… Да, давай, 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 я тоже подготовился. Если не сказать более жестче кролика, и проанализировать. Ты спортсмен, и активную энергию как бы приносишь в тело и расходуешь, у тебя очень хорошая история инсулиновая. Тут же смотрим сразу гликированный гемоглобин. 5,2 по возрасту вот у меня такой же, в принципе. То есть мой гликированный гемоглобин 5,2 процента? 5,2 процента. Да, да, 5,2 процента. И это норма? Если нормой называть популяционную историю, то это точно ниже. Это хороший результат. Мы видим людей с более низкими, ниже пятерочки, но это прям люди, которые называются… Понятно, чем ниже, тем хуже. Чем ниже, тем лучше. Тем лучше. Да, да, то есть маленькое количество белка в твоей крови покрыто сахарами. То есть бывает ниже? Бывает ниже, но обычно это уже какие-то усилия люди прилагают для того, чтобы оборваться с этой гликацией. Здесь можно выдохнуть. Что еще? Среактивный белок, мы про него не поговорили еще пока что. Это вот тот самый маркер воспаления. Воспаление будет влиять на то, как хорошо живут наши сосуды. Это воспаление, потому что при воспалении вот этот вот холестерин, точно так же, как и на сковородке, окисляется. Потому что воспаление – это тот же самый процесс горения просто внутри организма. Они прилипляются к этому холестерину, и он становится более окисленным, и он легче гораздо прилипает, опять же, к этим сосудам. И о чем мы еще показывали на красивых картинках, что когда воспаление происходит в самой уже холестериновой бляшке… То есть мы сейчас внесем эту картинку, сейчас она… Внутри холестериновой бляшки поселяются иммунные клетки у людей с высоким воспалением, и они приводят к тому, что эта бляшка легче отрывается, и дальше начинает путешествовать по нашему телу. Ну, хорошо, когда маленький сосуд не в голове. Вот вглядеться вот в эту картинку, она очень говорящая. Да, хорошие такие визуалы. Визуализация, да, чтобы мы представляли, что происходит внутри. С этим у тебя все в порядке. У меня с холестерином что-то, да? Ну, с холестерином не что-то, я бы так сказал. Холестерин умеренно повышен. Есть разные виды холестерина. Вообще холестерин… Общий холестерин, да. Вот давай возьмем сначала общий холестерин. Это общая масса холестерина в крови. Оно вот по референсам, да, например, того же самого инвитера должно быть меньше пятерочки. Опять же, по возрасту я бы сказал, что это хорошая история, да, для твоего возраста в 46 лет. То есть мы… 7. 7. Мы обычно видим в этом возрасте холестерин повыше, но при этом что могло на него повлиять в высокую сторону, да? Это может быть как твое регулярное питание, либо что-то там накануне, разговлялся, не разговлялся. То есть мы можем обратить внимание, ну, то есть вот гляньте на свой общий холестерин и как-то в свою голову погрузите. Вот это значение. Надо стремиться к 5, ниже 5. Да, и мне кажется, знаешь, важно, что именно в нашем проекте, что мы делаем, да, что мы учим человека измерять себя, потом что-то делать и проверять, оно сработало или нет. И вот это полный цикл… Давай, тогда ты дай мне рекомендацию, что я должен сделать. Ну, во-первых, посмотреть, из чего состоит твое питание, есть ли там источники насыщенных жиров, животных жиров, посмотреть, достаточно ли там здоровых жиров, потому что они помогают как бы правильно формулировать вот это всё в печени, есть ли их разнообразие. Сейчас же пост начнётся, я вообще уйду с любого молочных, с любого молока, сливочное масло уйдёт. Да, и нам, честно говорю, что повезло с постом, да, оно должно снизиться, но важно будет при этом не потерять хорошую часть холестерина. Так, а давайте дальше смотрим. Да, вот следующее красненькое, то, что у тебя есть, низкой плотности. Холестерин низкой плотности. Да, 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 это плохой холестерин, то, что мы называем, более липкий, он как раз у тебя повышен, там 3,66, да, нужно иметь его ниже, меньше трёх. Как раз ограничение насыщенных жиров в диете будет помогать. Холестерин высокой плотности, хороший холестерин, он у тебя на нормальном уровне, да, то есть его нужно не потерять. А всё, что, собственно, невысокие, вот то, что 4,02, это как раз и есть низкой, очень низкой плотности, да. Я оказался товарищем, который бы в группу, возможно, бы попал, или это не сильно большие превышения? Нет, это как раз то, с чем мы и хотим работать, да. Это та самая фаза, на которую хочется поймать. И очень интересно, что на самом деле, если мы посмотрим погоду, историю, вполне возможно, что у нас и холестерин должен меняться, да. Да, зимнее, летнее питание, да. Зимой традиционно у нас холодный климат, хочется более такого согревающего, жирненького, да, он растёт. Но переходя в лето, логично его снизить, порадоваться этому, летом на всём сезонном, ярком, вкусном, сочном пожить, и потом снова в осень. То есть главное проверять условно в конце зимы. Ну вот у нас подопытный товарищ появился, мы на нём, то есть на мне, и будем динамику исследовать. Хорошо? Слушай, интересная тема холестерин, разговор про холестерин, он цепляет жиры, и у тебя в лекции ты образ использовал, когда рассказывал, как вообще, как воспринимать жиры. Твёрдые жиры как бы как раз-таки это вот то, что… В комнатной температуре, да, они твёрдые. И внутри организма они остаются твёрдыми, а жидкие – жидкие. А то, что я постоянно слышу от наших учёных, с которыми мы говорим, они метаболистические, с точки зрения метаболизма, они одинаково, что насыщенные, ну то есть твёрдые насыщенные жиры, и ненасыщенные жиры, они одинаково. Влияние их на здоровье, оно в другом немного. И вот здесь это, ну я насколько понимаю, и внутрициологии тоже часто, вот это есть какое-то такое путаница, там жидкие масла, твёрдые жиры. Что такое твёрдые жиры? Что есть твёрдые жиры животного происхождения, они все там, баранье сало, там, свиное сало, говяжий жир. Ну и мы понимаем, что они твёрдые. Есть растительные жиры, ненасыщенные, подсолнечное масло, всегда жидкое, соевое масло, там, рапсовое масло, какое-нибудь кукурузное масло. Есть полутвёрдые жиры, тропические масла, там, пальмовое масло, кокосовое масло. Так вот с точки зрения питания, что надо знать, вот самое важное, как ты считаешь? Базовое, про что хочется говорить, это разнообразие. Разнообразие. Да, скорее всего, мы всегда склоняемся к некоторому питательному однообразию, и поскольку сама по себе животная пища, она более простая в приготовлении, создании, доставании, хранении и так далее, и более калорийная, и от этого, может быть, ещё и там более вкусная и так далее, мы как бы дефолтируемся к ней. Разнообразное растительное питание сложно, потому что нужно иметь до 50, например, источников растительных в неделю, а это прямо нужно заниматься закупками. И как раз вернуться к этому разнообразию, в первую очередь, в своей голове, посмотреть, что не только я маслом там намазываю, какие у меня ещё есть альтернативы. Я сегодня мне на обед заправил овощной салатик, там были семечки какие-то, там была помидорка, огурчик, редиска, укропчик, петрушка, ну всё как, в общем-то, советуешь, и ароматным подсолнечным маслом. Вот знаешь, такое ароматное масло, которое вот как будто только-только семечку выжили, и вот оно прямо-то, это фантастически просто вкуснейшее блюдо, явство. Мы будем говорить ещё, кстати, на следующей неделе про разные диеты, и вот про саму средиземноморскую диету, и чем я занимаюсь даже в рамках всего нашего проекта. Тут сходил недавно про «Вживую еду» на НТВ, и там как раз про масла, и про диеты, и про клетчатку рассказывал. И очень там подумал, что у нас есть образ вот этого оливкового масла, как какого-то масла долгожителей, но на самом деле любое качественное растительное масло, оно имеет отношение к здоровым сосудам, ну и тем более, если мы пользуемся каким-то разнообразием. У нас в России оливок не растёт, зато растёт огромное количество. Скажи, можно сказать, с точки зрения просто тоже понимания, знания, такое утверждение, что жарить нехорошо, ну вот и с точки зрения питания лучше не жарить еду. Про как раз, вот мы говорили с тобой про гликированный гемоглобин и про гликирование. В процессе жарки вот эта вот реакция прилипания сахара к белкам и образование той самой корочки, это вот и есть гликирование, да, то есть максимально жареное мясо с вкусной корочкой, вот это вот источник этого гликотоксина тоже, да, хотя там свои сахара. Если мы говорим там, не знаю, ну вот сейчас будет, ну если растительная еда, я вот очень жареную картошечку люблю, вот вообще ничего поделать не могу. Ну, во-первых, мы не про, знаешь… Нет, вопрос, вот если жарить, то на чем жарить, на каких жирах? У нас, кстати, в чате нашего сообщества там был мощный ликбез от нутрициологов, и они все рассказывали, обсуждали вот это слово, если мы говорим про масла и хотим погружаться в это. Они реагируют мгновенно, да? Не-не-не, нужно знать, вот это слово называется точка дыма для масла, да, то есть это при какой температуре оно начинает гореть. Гореть фактически вот эти окислительные процессы максимально происходят. Оно, чем более ненасыщенное масло, да, чем оно, если оно не для жарки, уже при низкой температуре у него это точка дыма, и все канцерогены, то есть несмотря на то, что у нас может быть бомбическое какое-то там эко, био и так далее масло, если мы на нем пожарим, мы сделаем прямо тут в сковородке канцерогенчики и их внутрь. То есть жарить можно в разнообразии рациона, но аккуратнее смотреть на то, на чем жарить. Жарить можно, и нужно попробовать другие альтернативы, да, потому что пассирование овощей. Пассирование. Да, то есть это когда мы в водичке подтушиваем немножечко, это нормальная совершенно история. Для рыбки, если любите жареную рыбку, гриль как, в смысле, на огне. Нет, это вот сковородка, гриль или, если есть возможность, на огне. Ну, опять же, зависит от температуры, рыбу обычно, ну, то есть идеальный вариант это все сделать на пару, и больше тогда и сохраняется, и так далее, и так далее. У рыбы свой изумительный жирный вкус есть, да, в который можно погружаться и ее различать. Если одинаково зажаривать ее, то это пропадет. Интересно про наш проект, что образование, оно в том числе, то есть есть продукты, есть их количество, есть то, как мы их там жуем, едим и так далее, а есть еще вот этот факт, а как мы их готовим. В части средиземноморской диеты, кстати, об этом поговорим, там надо будет, ну, вот это блюдо средиземноморский. У нас со следующей недели, с 27 февраля, начинается Великий пост. Это наша интереснейшая национальная диетологическая традиция, гастрономическая традиция, да, вот кухня Великого поста. Да, расскажи вообще, вот, как на это смотреть с точки зрения нутрициологии, диетологии, и вообще внутри нашего проекта, как это можно использовать? Вообще то, что мы совпали, попали на Великий пост. Во всем мире есть во всех культурах и религиях периоды поста, и они идут из дорелигиозного нашего прошлого, да, то есть до... То есть самое ограничение в еде это что-то... Это некоторая оздоровительная практика, которую потом люди, ну, во-первых, на смене сезонов это естественная история, да, у тебя просто закончилась еда. Да, да, и тебе особо нечего кушать, и тебе нужно просто дотянуть, пока не взойдут новые ростки, травки, корешки и так далее. Для того, чтобы подготовить себя как будто бы, да, к новому урожаю, к новому питанию, к новой энергии, существует такой переход через существенные ограничения. Может быть еще, знаешь, у меня такая мысль, что это связано с тем, ну, вроде бы все, мы сложную самую часть прошли, да, энергии можем прямо вот сейчас выдохнуть, да, существенно всегда улучшается микробиом в противовоспалительную сторону. Во-первых, потому что мы кормим его, наконец-то, достаточным количеством клетчатки, первое, второе, потому что по правилам... Невольно, да? Невольно, да. Просто увеличиваем количество пищевых волокон. И по правилам самого поста, да, все равно там есть периоды, когда мы заходим больше в состояние голодания, и вот в этом состоянии голодания, в том числе и наши микробы, очень хорошо кормятся нашими производимыми нами сахарами из наших же жиров в нашем теле. И таким образом иммунная метаболическая система поддерживает тех микробов, которые эволюционно с нами, а не которые к нам залетели со всей нашей вредной едой. То есть общий вывод – это безумно положительная история. Для нашего проекта, что мы его задумали и проводим в это время, это большой подарок. 20-30%, по-моему, сейчас у нас в нашей группе испытываемых. Отметились, что постятся? Да, отметились, что постятся. И в целом всем, кто с нами как-то... Нет, повезло-то в том, что и в магазинах добавляется вариативность продуктов. Да, самое главное везение, что огромное количество людей... В ресторанах практически везде. В столовых. В столовых, да. Есть постная опция всегда. Да, да, да. Обычно такого нет. Ну и понятно, что гастрономия еще и позволяет... Я могу поделиться своим опытом. Это будет мой 21-й Великий пост. Вот, давай разберем и посмотрим, чем можно твой 21-й пост улучшить. 21-й Великий пост. Я помню первый очень хорошо. Я помню свои... Ну, точнее так, чего я больше всего боялся. Я вырос в Забайкале. Это, знаешь, настолько культура мясная с точки зрения гастрономии, что мы шутили, что у нас там мясо вместо салата на первое блюдо, второе блюдо и десерт тоже из мяса. Все, что вот это такое. Я жизнь себе не мог представить без мяса. Чтобы за стол сел и вот как бы ты поел, а что-то мясного не было, это моя головы не укладывалось. И тут нужно от мяса отказаться на больше, чем 40 дней. Это вот это было самое страшное. Ну, как-то вот, знаешь, просто в голову даже не можешь поместить. Ну, как жизни без мяса не бывает. Самое простое и самое легкое, что вообще случилось со мной, это вот жизнь без мяса. Это удивительно было. То есть, ты просто сказал, ну, все, мясо не ем. И оно исчезло. Ну, в смысле, оно... И ты о нем не думаешь. Вот у меня нету никаких даже метаний внутренних о том, что нету мяса. Более того, я жду даже, вот там я уже долгий голодом, последние лет 10, наверное, я как-то жду Великого Поста, потому что это ощущение организма очень хорошее. То есть, ты как себя... Ну, как ты чувствуешь, что что-то с тобой хорошее происходит в это время. С точки зрения физических кондиций. Но с чем борешься, что по-настоящему тяжело, это сладкое. Вот отказаться от сладкого, то есть, я, ну, там, последние годы твои, с помощью твоих информационных интервенций в мое сознание, подсознание, я как-то начал как-то скручивать это все дело и как-то спокойнее стал относиться. Ну, там, раз там, то есть, я там заменяю, что такое есть, какое есть постная сладость. У меня халва всегда будет дома, феники всегда будут дома, изюм какой-то, ну, вот это все, перекусы, вот эти все, там, на орешках с изюмом. Вот это было прям... Ну, это... А осознал я свою зависимость от сладкого, и здесь мне стало по-настоящему страшно, когда готовился к марафону в Берлине. Ну, и решили мы с тренером, что я сделаю углеводную разгрузку. А углеводная разгрузка, ты убираешь полностью углеводы, там, на, по-моему, на три дня, что ли. Вот это понедельник, вторник, среда, тренировки есть. Вот ты марафон в воскресенье, понедельник, вторник, среда, полностью отказываешься от углеводов, от хлеба и от сахара. Ну, и вот только у тебя белковая еда. А потом ты начинаешь их прям активно-активно... Добавлять. Добавлять, да. И длинные углеводы в основном. И вот в среду я уже был не человек. Я на людей кидаться, по-моему, был готов. И это для меня тоже настолько я, оказывается, зависим. Ну, в первую очередь, конечно, там был не сахар, это хлеб был, глютен. И я после этого как-то стал, нет, так потихонечку это убирать, как-то есть возможность без хлеба за стол сесть, я его уберу. То есть мне там не принесли, да, нормально, без хлеба. То есть это вот тогда запустилось, потому что я говорю, как, это что-то неправильное. Я-то думал, что как бы самое сложное мясо, а оказывается, не самое сложное мясо. Поэтому, мне кажется, можно прям пожелать всем. Да, те, кто даже не планирует, можно же не целиком его соблюдать. Можно же просто от чего-то отказаться. Да, несколько классных советов. Если вы не заходите в полный пост или заходите в полный пост, во-первых, пробуйте. Да, пробуйте то разнообразие, которое... Знаешь, что рекомендуют? Неделю первую и неделю последнюю, например. Например, да, хорошая история. Или просто приобщайтесь, да, вот все люди едят более постные блюда, вы зашли куда-то. Или просто откажитесь от чего-то. Знаешь, от чего можно отказаться? Откажитесь от Кока-Колы, если вы ее привыкли к ней. Вот у вас ваш пост будет без Кока-Колы. Или попробуйте отказаться, не знаю, от алкоголя. Ну, интересно. Ну, что, это трудно, что ли? Вот убрали алкоголь вообще из жизни на это время. Или вот какие-то такие вещи, которые вы знаете, есть вот такое, я себе хочу позволить, потому что вот это мне там жизнь скрашивает мою конфетку на ночь или что-то еще. Это же тоже может быть постом. Знаешь, какой самый классный пост предлагаю сделать? Самый классный уровень осознанности, который нам сейчас нужен в проекте, это отказаться от перекусов. Давай об этом поговорим. Это самый минимальный пост. И меня на это навел один из наших участников. Прекрасный. И у него история великолепная. Значит, мужчина, 54 года. Я ему перед нашей встречей звоню. Как вот у вас мотивация к 8 утра? Будет, не будет? Он говорит, понимаешь, Дим, у меня... Что-то я ему звонил там 13, 14, 15 числа. Он говорит, у меня 10 числа сын родился. 54 года? Да. Ну, как зовут? Второй. В общем, поздравляем. Это круто. Да. Это здорово. И он говорит, и ты знаешь, у меня новая мотивация. Я говорю, видимо, да, следующие 20 лет как бы нужно быть в форме. Он говорит, ну да, да, да. И мы с ним смотрели как раз после нашей лекции в четверг, смотрели на его анализы. Он говорит, давай ты мне вот объясни, что у меня что. И видно, что высокий инсулин. И я начинаю разговаривать, откуда он может быть. И дальше я потом уже про этот случай в нескольких наших группах общался. И я понимаю, что это очень частая наша привычка. Особенно в современности, когда за тобой компания ухаживает и повсюду корм раскладывает в офисе. Да, какой-то, да, такой. Или ты работаешь дома, и ты как бы сидишь на кухне. И между приемами пищи совершенно естественным образом ходишь и что-то подтаскиваешь, подтачиваешь, потихонечку в рот кладешь. В большинстве случаев это углеводная история. Сахар опять немножечко поднимается, снова вырабатывается инсулин. И если мы очень часто это делаем, да, то клетки начинают хуже чувствовать этот инсулин. Это явление называется инсулинорезистентность. И у нас поэтому в итоге в анализах инсулин выше. То есть нам нужно, нашему телу нужно больше инсулина для того, чтобы такое же количество сахара зашло в клетки. Поэтому даже не, знаешь, не отказываясь от Кока-Колы, но просто сохранив чистые промежутки, и Кока-Кола тоже не входит в эти промежутки, да, между приемами пищи может быть полдник. Ну как отдельный вид еды. Остановились, настроились, не хрум-хрум, захамячили, перекусили, да? И здесь тоже вспомнить про вот эту историю, что если хочется перекусить между приемами пищи, значит предыдущий прием пищи был не очень полноценный. Да, то есть такой ориентир, да. Ну сначала, конечно, есть привычка постоянная вот это быть на сахаре, на какой-то еде и так далее. Вот ее убрали, и если продолжительное время кажется, что прям очень сильно хочется чем-то перекусить, да, попили воды, не помогло, обратите внимание, а что вы ели? На этого, может быть, там можно улучшить разнообразие этого питания, и тогда до следующего приема организм не будет этого просить, да, просто это забудешь. Даже такой уровень функционирования в течение 12 недель, там оставшихся 11, это большой подарок нашему метаболизму. То есть можно в качестве задания до следующего подкаста попробовать поработать над следующим. Взять под контроль внутреннего хомячка. Это, кстати, я себе, это я себе впишу тоже. Такой борьбу с перекусами. Да, 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 и получается, что у нас один подкаст и какая-то одна классная рекомендация, и это, и вот это и есть работа со здоровьем, да, не какие-то комплексные программы, диеты, куча анализов, а обучение новым, простым, понятным привычкам, обучение себя. Это не просто смотрение, а берешь и делаешь, и смотришь на результат. Если у вас будут какие-то классные реакции собственного организма на отсутствие перекусов и так далее, или вы уже с этим поработали, пожалуйста, вот где, куда надо показывать, вот там, да, напишите комментарии. У нас очень классное обсуждение идет по многим вопросам в чате проекта. Любые ваши истории, страдания, успехи и так далее, не забывайте, это поддержка других людей в нашем сообществе. У нас в описании к этому видео будет ссылка на предыдущий подкаст, и мы будем их копить, чтобы легче ориентировались, вы ориентировались. Приходите, если задавайте вопросы, не стесняйтесь, можно под этим видео это делать, можно у нас в Телеграм-канале. У нас вообще вот сама структура этого подкаста, она предполагается, что мы будем вот уточнять и вопросы непонятные как раз-таки разбирать. Тебе, Дима, огромное спасибо за то, что так очень понятно и доходчиво все разъясняешь, рассказываешь, ну и будем ждать следующего завтрака. Давай, да, обсудим, как с твоим хомячком там происходит. А как ты думаешь, имеет смысл, например, какие-нибудь промежуточные чекапы сделать по холестерину или не стоит, ждем трех месяцев? Ты знаешь, я всегда бы рекомендовал людям, если вы увлеклись самоанализом каким-то, все-таки помнить, что наше тело – это такой священный сосуд, и минимальное количество раз, необходимое для дела, пожалуйста, его протыкайте, залезайте в него и так далее. Все можно делать снаружи. Минимальный раз в парт, раз в полгода. Ну вот сейчас мы на три месяца собрались. Это как раз нормальная. Это вот как раз наша история. Так холестерин один раз в год повышен, что-то подделал, снизилась, нормальная история. Заканчиваем на сегодня. Да, и ждем всех на… Следующий завтрак мы посвятим теме… Пищевой интервенции. Пищевой интервенции, да, поговорим и про разные диеты, и про интервальное голодание, и немножечко затронем пост. Да, да, приходите онлайн, смотрите, если проснуться не сможете, видео будет доступно.